Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 мая и вот сейчас, пока я высаживаю томаты в теплице, выставляю колышки, я хочу рассказать как можно больше всяких вот всех этих подробностей, из которых состоит успешная высадка. Этот видеоролик будет посвящен вот такой уплотненной схеме посадки по 2 томата в 1 лунку. Но 2 томата в 1 лунку можно тоже высадить по-разному, так же как различные способы высадки, это то есть там с заглублением, лежа горизонтально, так же и уплотненные вот эти схемы посадки, они очень отличаются. Вот смотрите, я вот высадила вот здесь томаты, видно что они, видите, попарно, вот это вот, вот у меня Настенька, все они сидят парами, я их буду к одному колышку подтягивать. Между ними примерно 15 сантиметров расстояние, и хотя многие пишут, что это не по 2 томата в 1 лунку, это просто рядом. Я считаю, что это 2 томата в 1 лунку, потому что поливочная лунка у них одна, колышек у них один, у них все общее, это значит в 1 лунке они. Почему такое расстояние, почему не совсем рядом, ну это понятно. Мне между ними нужно выставить еще кол, и между ними, рядом с колом, еще должна пройти вот эта лента поливочная. Со всем их вместе слепить я не могу, где будет лента проходить, где будет колышек. Поэтому 10-15 сантиметров все-таки я оставляю, но если у вас нет колышка, вы можете еще ближе их соединить, это личное дело каждого. Но я хочу сказать не про это, ведь томаты у нас тоже разные, есть вот низкорослые детерминатные, есть высокорослые индетерминатные. И естественно, вот так вот логически помыслив, мы понимаем, что одинаково высаживать мы их не можем, потому что индетерминатные, они требуют к себе особого такого, ну как отношения. Им и больше площадь требуется, то есть больше места для произрастания и все такое, они вообще немножко покапризнее. Поэтому я их, конечно, вот от этих отделяю, высаживаю по-разному. Поэтому, если вот первый ряд, видите, это совсем короткие, они идут по два, прям рядом. И второй ряд идут по два рядом. И третий ряд, где у меня тут всякие есть и чуть повыше детерминатные, тоже идут по два рядом. Но обратите внимание, вот на тот ряд, где я сказала, что я высадила высокие инденты, вот сейчас повернемся. Они уже по два, но совсем по-другому. Если эти по два, ну вот так вот, как объяснить-то, поперек, то эти растянуты по два, повдоль. И получается, что они вроде бы и не парами, а они как бы по одному же в ряду. Они вот по одному в ряду, но она все равно по два в лунку, она будет привязываться, эта помидорка, к одному колышку. У них вот и поливочная луночка одна. Они все равно попарно. Но вот развернув их, все вот так же, все вот так, короче, были посажены. Как показать? Все были посажены вот так, а эти посажены вот так. И развернув их вот так, я даю им больше вот здесь вот простора. То есть тут от этого ряда до этого больше расстояния, чем вот здесь, где у меня мелкота. Где от этого до этого. Тут получается четыре, раз, два, три, четыре. Четыре на одной половине. А тут получается, что три. Вот раз, два и третий вот этот. Вот таким способом я как бы даю им более комфортные условия. То есть у них больше места. И хотя они так же высажены сдвоенно, вы понимаете, что им здесь намного будет вольготнее. Потому что те малыши им, конечно, надо мало. Они всего, вот демидов, да там, клуша, они всего по 50 сантиметров. Эти будут тянуться вверх. И хотя они у меня тоже двойники, расстояния им здесь достаточно. Ну, видите, тут опять может кто-то сказать, что даже и столько им мало. Все выращивают по-разному. Есть вообще по правилам высаживают один от одного на 70 сантиметров. Но если высаживать так, то получается вот эта 8-метровая теплица отсюда и до самого, до того конца можно высадить всего лишь 10 томатов. Но я, это слишком жирно, 10 томатов на 8-метровой длине. Я так никогда не делаю, я всегда делаю погуще. И еще скажу, вот эти томаты, хотя их два в одной лунке, но я буду вести, стараюсь всегда вести в один ствол, вот на одном колышке. И это будет по загущенности то же самое, что человек ведет один томат вот в этой лунке в два ствола. Но у меня тут будет преимущество. Я на эти два ствола буду иметь две корневых системы, естественно, больше питаний. А у человека, кто ведет в этой, в одной лунке в два ствола, у него же один корень. Это вот тоже явные различия, хотя они сидят две тут. Я их сейчас прикреплю к одной, и они будут идти как будто бы одно растение в два ствола. Все. Конечно, если вы только начинаете, вам сложно во всем этом разобраться. Но все равно, посмотрев один видеоролик, другой, я сейчас буду все высаживать, буду все вам рассказывать до мельчайших подробностей. И вы поймете, и вы попробуете так, попробуете так, вы обязательно найдете свой способ, свой метод, который у вас останется на много-много лет. И который будет нравиться вам больше других, даже если он не будет соответствовать вот этим рекомендациям специалистов, не будет, например, как в одном русле с другими огородниками. Возможно, вы найдете вообще какой-то новый способ. Потом с нами поделитесь. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Продолжаю высаживать свои вот эти инденты. Ой, какая красивая загадка природы. Смотрите, вот эти два парочка. Очаровательные. Вот только бы не было мороза. Вот у меня вся рассада целая в этом году, еще ничего не погибло, хотя немножко их там морозом они пожухли, потом встали. И черные листья у некоторых, особенно у этого казанова, банановые ноги почему-то у них, ну, замерзли, отвалились. Остальная, основная масса вся целая. И вот хочется сохранить их в таком виде бы, вот хотя бы еще неделю-две, чтобы прошло все это похолодание. Смотрите, какие эти кубовидные вот эти завязи у крупноплодных томатов прелесть. Я так и жду, когда расщелкнется цветочек, полюбоваться. Вам тоже покажу.